всем доброе утро мы правда уже выезжаем на отельчик я вам сниму такой с двуспальным номером отель что меняется здесь спальня небольшие вот как бы две но они большие качек кайф это кстати во многих отеля таком маленький от этом отель не отель этом отель вот тут все так скромно но тут он один надо понимать мы находимся в деревне а самая главная фишка этой деревне заключается в том что здесь находится завод по производству виски джек дэнилс вот и вот так вот здесь санузел ну конечно все старенькое но очень чистенько очень комфортно цена вопроса 181 доллар со всеми налогами и вот и ну вот так вот собираемся вот наша машина с чемоданами открытое стоит мы уже вот выезжаем город называется линчбург причем это штат кентукки ой теннесси а штат теннесси вот жена мне подсказывает я уже тут перепутался во всем чем можно вот это был единственный отель который можно вообще было забронить как мы поняли он здесь вообще по моему один вот вот так вот вот такие машинки стоит красивая сегодня 14 градусов тепла в нем обещают до 20 мы едем на завтрак в местную забегаловку вот народ путешествует разными машинами еще единственно под утро конечно достало этих грузовики и ездить тут магистраль идет к вот-вот-вот-вот на на едут ездят ну все едем завтракать и идем в джек дэниелс а вот наш машинка ну что мы приехали в сам город линчбург линчбург вот здесь вот есть такое кафе линчбург кафе здесь офигенно вкусные завтраки если вы хотите здесь остаться ночевкой у вас в отеле не будет завтрака я вам советую мы там поели за 20 с копейками долларов этот самый центр города и он по моему практически сохранился таким какой он был много лет назад ну кроме как современных нюансов там машины окна двери это центральное я думаю здание которая полицейский управа там управа какая полиция сидит и так далее и вот тут вот все вот в таком вот стиле классным офигенно все украшено бочками джек дэниелс посовет потому что это основное место локации в данном в данном месте куда вы хотите приехать и посмотреть фабрику джек дэниелс соответственно вот такой вот тут кружочек дойдем это у большого стула я хочу сфотографироваться и отказать стеночки кайф же ведь там прекрасно что мы приехали с утра вот здесь нет никого соответственно дома все такие старенькие деревянники кайф но выглядит они как новым за мной и люди все приветливые так мы сейчас дойдем до лавочки там засядем о прикольная смотрите заправка круто это кстати заправка и также сувенирный магазин ну и типа раньше это был сервис скорее всего ремонт автомобиля на городов весь линчбург очень красивый сам те что сохранился стиль данного города который славится знаменитого диски джек дэниелс ходим гуляем наслаждаемся офигенно еще очень много чего закрыта я думаю что просто мы очень рано приехали я думаю в лучшем случае в районе 11 все откроется можно всякие футболки купить всякую фигню магнитики но еще наверно вернемся заехать просто посмотреть что предлагают туристу но но для начала мы посетим саму фабрику там скорее всего проходит какая-то выставка вот экскурсия выставка там все что угодно купим бутылочку виски джек дэниелс я в машине уже одна лежит купленная в майами но как бы где чё два раза ходить за одной и той же где одна там и вторая сувенирный магазин куда-нибудь зайти попозже начинаем все откроются и мы тут быстренько про шевернемся по магазинам на будь футболочек парочку купить каких-нибудь интересных вот смотрите как кайфово можно взять покушать естественно там покушать класс в принципе это основная часть города центральной облачь и поглазить смотри ну а чувак вообще на теме короче мы машину поставили вот на той парковке вот пройти надо перейти улицу и прийти в другую часть города так скажем через дорогу то бишь тоже есть парковка но она уже занята на людьми которые все-таки в 9 приехали потому что визит центр работает с 9 до 4 30 вечера вот так вот тут красивенько мы идем вдоль дороги запах запах алкоголя просто в воздухе в воздухе запах алкоголя вот время когда она работает мы идем изучать виски короче надо нажраться наверное хотя нам сегодня еще очень-очень долго ехать ну вот мы пришли визит арт-центр сейчас мы купим билетик скорее всего для посещения всего этого мероприятия крутяк все в бочках джек дэнис были на такую бочку конечно на дачу пилить его круто цветочник такой все класс так ну что мы купили тут билетик перейдем изучать бутылки виски вот так вот это выглядит раньше так вот раньше выглядело и были бутылки для отсвечивает все капец как тут надо эксклюзив чем был раньше было семейная фабрика косой аппарат круто история джек дэнис а по ходу дела его семейное дерево прикольно машина джека дэнис а по развозке алкогольной продукции а это у нас какие виски бывают и были раньше мы тут садимся все желающие могут сделать фото нас короче завезли на гору сейчас мы пойдем пешком вот вниз и будем смотреть что там происходит у нас веселый экскурсовод все рассказывает интересно очень тут завораживает место конечно приятно комфортно прохлада кайф белки бегают и нам участвует производстве виски неотъемлемо специально сжигают дрова для того чтобы появился уголь через который пропускают виски а вот там вот уже готов готовая видите уголь но он остынет и будут использовать для изготовления виски продолжаем прогулку старые пожарные станции есть смотрите ну не станции точнее машинки вообще круть мы пришли в скалу где все происходит чудо шучу конечно я там вода идет который используется для производства виски здесь вода для виски используется горная специальная это джек дэниелс он был небольшого роста и с маленькой размером обуви так громко говоришь на меня не слышно это его офис был а вот это круто наш экскурсавр это где он писал заметки путешественников что он мы он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Увлекался, оказывается, дудками... Сейчас еще... А здесь его была комната какая-то... Офисы он здесь... Все, идем дальше... Блин, ну это круто реально... Как они все это умудряют сохранять... Годами, тысячелетиями... Историю... Все, мы идем дальше... Я надеюсь, что мы попадем на производство... Посмотрим, как это выглядит... К сожалению, мы не пьем... Потому что мне сегодня предстоит еще проехать... Миль 300-400... Может быть все 500... Вот... Такая вот штука... Опять поздней ночи... Мы где-нибудь закончим... Наш путь... Спасибо... Спасибо... Сейчас будет экскурсия... Как бочку обжигают... Собирают, обжигают... Можно садиться... Вот видите... Бочка... До обжигания... А это вот обожженная... А это очищенная... Для того, чтобы можно было... Залить виски... И получить этот купаж... Мы там заходили в комнату... Где... Вся фишка... Заключается именно... Производство... Виски... Джек Денинс... Это когда капельным путем... Через те уль, которые прожигаются... Попадает уже почти готовый продукт... Да... И после этого... Он ведет в чаны... Настаивается... И потом переливается в бочки... Такая технология... В бочке, соответственно... Обжигаются... Потом эти бочки... Очищают... Потом заливают виски... После того, как виски настоится... Его используют для... Ну... Для продажи... Извините... Нож чешется... Напиться хочется... По-любому... Вот... И, соответственно... После этого всего мероприятия... Виски разливаются... Продается... А бочки используются... Для производства соуса... Табаско... Кстати... Целую передачку... На Дискавери смотрел... Очень интересно... Так что... Вот так вот... Бочки... Не просто так... Они еще и... Табаско делают... Так вот... Ладно... Идем дальше... Мы без дегустации... К сожалению... Наверное... Поэтому... У нас чешется... Ах... Жесть... Ах... Ах... Мы, к сожалению... Без дегустации... Но... Зато... Можно купить... Все... Что хотите... Вот... Вот... Мы сейчас тут... Походим... Погуляем... Выберем себе... Сувенирчиков... Такая вот... Штука... Всякая... Разная... Интересная... Все... Пойдем... В магазин... Сходим... Тут вариантов виски... Кстати... Очень много... Все... Что можно купить... Здесь... Кстати... Есть маленькие бутылки... Такие... Которые мы покупаем... Есть... Большие... Которые у нас уже есть... По-моему... Вот такая вот... Эээ... Да... И... Вот... Разные... Разные... Варианты... Кстати... Ценник здесь... Достаточно... Неприятный... Я бы сказал... Вот... 55... Интересно... Интересно... А вот... Такой в свое время... Как-то покупали... Пробовали... 50 долларов... Ну... Кстати... Не говоря... Что... Удивительно... Что... Ценник здесь... Намного... Выше... Чем в магазинах... Как-то странно... Ну... И так... Должно быть... На тему... Кому интересно... Про... Номера... Мы вот... Сняли сегодня... За... 76... Долларов... Вот... Такой... Отель... Штат... Вирджиния... Вот... Я просто спать хочу... Вот... Такой вот номер... Кстати... Очень хороший... Очень хорошая ванная... Прямо... Все... Душу в душу... Вот... А номер... Огромнейший... В очередной раз... И опять... Двуспальные постели... Почему-то... Но зато это очень удобно... Спится хорошо... Кстати... Всегда есть микроволновка... Есть чай... Кофе... Потанцуем... Это все бесплатно... Кстати говоря... Ну... И вот такой прекрасный... Огромный просто номер... С кондиционером... Который тихо работает... Я его зачем-то включил... А теперь не знаю... Как он выключить... Ну... Вот... Как-то так... Вот... И напомню... Данный номер... Стоил... 76... Долларов... Кайф же ведь... Кайф... Наш уже барахло... Маски... Маска обязательно... Еще будет завтрак завтра... Но это будет завтра... Все... Всем пока...